Твоего Отца и Сына и Святого Духа. Книга «Премудрость своему» называется «Экклесиаст 7.21». Экклесиаст значит проповедник. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Не на каждое слово раба, не на каждое слово священника, епископа, патриарха, папы. Не обращай внимания до тех пор, пока не сверишься со Священным Писанием. Феофан, затворник, вышивский епископ, говорил так. Священник говорит «Благословляю», а Бог говорит «Не благословляю». И что будет там утверждено на небе? Весь ответ. «Какое бы ни было высокого звания человек, чтобы не ошибиться, Бог дал нам руководство Слово Божие». Почему в первом послании к Тимофею апостол Павел 4.16 прямо говорит «Вникай в себя и в учение, в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. И вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. А если не будешь вникать, все время сравнивать». Так Бог говорит «Ты сам заблудился слепой и такого же ведешь за собой». А священники будут отмечать? Нет. Они отмечать будут, но и ты не спасешься. Оба упадут в яму. Люди дальше не продолжают говорить «Оба упадут в яму». Я конкретно хочу сказать об обстановке, какая сегодня начинается сложная обстановка в стране. Библия не знает этих слов. Она знает одно – с Богом превозможен все. Препятствий никаких нет. Вот наш храм назван в честь святого Максима Никомедийского. А почему? Каждому не объяснишь. У нас в 1972 году здесь действовал православный лагерь. Мы строили разные шалаши, островы. Шалаш. Когда уезжали, изжигали кто-то. Потом лица искали, не нашли. А может быть, они в Чечне погибли, а обгорели и лежат, там не могут определить, кто они. Всякое бывает. Но вот то, что они сжигали, мы, приезжая, плакали, молились, смотрели на гвоздики они лежат и начинали делать. И к вечеру снова новые шалаши стояли. Мы ни разу не усыпили. Нас сжигали восемнадцать раз. Восемнадцать дотла. Это жилища наше здесь мы были. И вот когда, как назвать храм, я это из лагеря перенес на деревню. А так, как я насчитывал «Жития святых», а это двенадцать томов прямо златоуста Дмитрия Ростовского «Чернотворца», «Жития святых», и плюс еще два тома «Настольной книги священнослужителей», второй и третий том. Там сто семьдесят четыре «Жития», которые у Дмитрия отсутствуют. Они позже, эти люди, жили. Я сказал, когда был в Синоге в Америке, мы хотели бы, чтобы назвали в честь Анфимы Некомедийского. По сегодняшнему сказать, он был в книгу Гиннеса был занесен. Это единственный епископ, который возвел всю пасту на небо. Это не два человека, три, а тридцать две тысячи. В один храм помещалось двадцать тысяч. А тогда ведь не было так, чтобы, знаете, да я вот советую, да благословляю, нет. Я здесь с вами. Епископы тайные были. Приказ пришел уничтожить христианскую миру. В храме застанете, уничтожайте их. Христиане знали об этом, знали. И что? Весь храм был заполнен. В храме двадцать тысяч. Это стадион какой-то. Женщина выскочила из дома. Идет отряд сжигать. Остановите. Видя, дверь не закрыла, несется. Куда бежишь-то? В храм. А ты знаешь, что мы идем сжигать? Я поэтому не спешу, чтобы быть с народом Божиим. А ребенка зачем тащишь? Хочу, чтобы он со мной на небе был. Рядом с дверьми жертвами куски мяса. Подними, положи в жертву новому Богу. Ни один. В народе оказалось шесть тайных епископов в храме. Срочно крестить. Успели покреститься. Запылало. Все умыли. Двадцать тысяч. Потом еще двенадцать тысяч будет. У нас сжигали лагерь. А вот наступит время, нас будут сжигать. И мы их просьбу удовлетворили. Анфим Никомедийский. Вот его святой облик. Вот большой его рост, как нарисовала. Женщина одна, батюшка, рассказывает о ней. С какими трудностями. И мы идем в храм. Говорят, ну это в Ветхом Завете. Считай Библию. Ты узнаешь, что и в Новом Завете ходили в храмы. Выходит патриарх. Я его ни разу не видел. Он говорит, прям голос дрожит. Видно, со слезами. Я пятьдесят один год учил людей ходить в храм. Я поверил. А сейчас я говорю, не ходите в храм. Нет моего благословения. Вы понимаете почему? А он пойдет. Все равно бы сказал, благословляю. Право на всех. Это всемирный заговор. И поэтому его сразу же уберут. Храмы все закроют. Уничтожат. Люди дальше и говорят, как. Но так ли это будет, они Бог знают. Предположительно, да. А в действительности мы не знаем. Мне Бог дал прожить интересную жизнь. И в биографии, в которой у меня есть события, ни у кого больше нету. Я всегда доверялся Богу. Но ты же видишь, что они не слышат, батюшка говорит. И что? Да зачем бросать жемчуг? Ян Креститель был? Рожденный женами из рожденных самый великий. Да. Он знал, что ирод не примет? Ну да. А почему говорил? И обошлось, то на блюде оказалась голова. Но он оставил пример. Не уступать никогда. Священники стали закрывать буквально храмы. Только служители могут приходить? Нет. И патриарх. Я понимаю разные причины. Но главная причина – это денежный поток. Продажа вся закрыта. Ударьки закрыты. А ведь каждый у них приход. Церковь делает большие туда отчисления. Большие, буквально невыносимые. И плюс миллиарды прибыток. Там сопли наготовили. Где вот ризы, подсвечники, свечи. Нечистые эти. Все. Мы не привязаны к храму. Первые христиане собирались по домам написанным. Но, однако, храм не забывали. Ну, в ветхом завете. Не обманывали людей. Вторая глава Деяния апостола говорит – сошел Дух Святой на верующий. Апостол Павел говорит – Духа Святого, думаю, имею. И третья глава начинается с того, что апостол Петр и Иоанн, верховный апостол, шли в храм молитвы в час девятый. Чтоб ты не сомневался и сверился. И апостол Павел говорит – везде Дух Святой свидетельствует, что на меня наложат узы. Я никогда больше вас не увижу. В цепях буду. Не ходи. Не могу. Я должен быть там на День Святой Пятидесятницы. Почитайте День апостола. И он туда шел и знал, что его ждет. Сегодня вот конкретно нам ничто не угрожает. И стали распускать в разных храмах молву. А вот такой-то священник там-то сказал так-то. Во-первых, мы не знаем, не слышали. А во-вторых, не знаем, какая была причина. Может быть, слабость какая-то. А может, заботиться о большем, пройдет время, пройдут там болящики, и у нас будет по-другому. Мы не должны так рассуждать. Если ты сейчас по их требованиям закрыл, то и открывать только они разрешат. И сейчас вышло от зарубежной церкви послание определенное, что нет благословения никому тех, которые поступают вопреки, как было вчера. Полная свобода. Храмы не закрываются. Мы стоим перед Богом. Христос нашел в храмах большие беспорядки. И что он сказал? В храм не ходите. Он сам сказал, камня на камне не останется. Все будет разрушено. Поэтому бегите от храма. Нет. Вот давай выгонять. Ненужное выбросил. Опрокинул статьи. Это был не один раз. Матфей говорит, Иоанн. Первый раз он назвал, говорит, сделали дом торговли, думаю. А второй раз говорит, вертепом-разбойником. Грабители сидят. А все равно что? И которые требовали с кого? Взять со своих или с рабов? Со своих. Знаете, как рыбу достал. Идите, заплатите. Я говорю о храме конкретно. У нас тут всего-то ничего. И вдруг в интернете запись наша делает. А вот батюшка-то сказал, какой, где, как. И если даже сказал, не ставьте ему эту вину. Мы не знаем его положение. Я разговаривал по телефону. И он говорит, что здесь не приведи Господь никого. Вот это полная фраза его. Значит, нелегко, тяжело. И с какой целью? И сказал ему, мы этого утверждать не можем. А если он здесь скажет так, и тогда не поверим. Потому что храм внутри соблюдается порядок Бог и священник. Но закрыть храм такого нет нигде. Вот как освящается храм, как развод. По одной причине муж или жена неверная в супружеской верности разрешает развестись. Но дальше не говорят. До смерти с разведенных, с изменником. Пока он не умрет, ты не имеешь права жениться. А сегодня в патриархии двенадцать причин утвердили по разводу. И поэтому в одном храме многократно венчаются и Библия так не учат. И то, что они утверждают на небе, никогда Бог не утверждал этого. Мы прочитаем несколько мест Писания, сверимся. Правильно ли мы разбираем это? Деяние восемнадцать двадцать восемь. Напрягите разум свой, мудрость, благоразумие. Восемнадцать двадцать восемь. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Какие были были начальники? Опровергал перед всем народом. И мы говорим, храм закрыть никто не может. Делает так, сейчас причащается, после каждого там спирт, стакан, ложку моют спирту, потом подают где-то. Об этом ни один святой не говорил. А жития святых это тысяча сто семьдесят три жития. Ни один святой отец не говорит. Это патрология менять триста томов. И нигде этого нет. Так а там больной от тела Христова никто не заразится. Оно от заразы освобождает, а не наоборот. Тут все перевернулось. Мы говорим о Священном Писании. И опровергал их открыто. И мы должны делать точно так же. Опровергать несправедливые решения. Иеремия. 23.17. Мы говорим о пастырях и о храме. Познавая волю Божию. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят. Не придет на вас беда. Они говорят. А пророк опровергает. Придет беда. Но не так. Как раз за нашу неверность. Какая эра была диоклетиана. Указ за указом был. Первое священникам всем ставить на учет. Дальше храмы закрыть. Книги сдать. И последний указ. Где бы ты ни встретил, идет христианка. Какая бы она ни была. Ты точно знаешь христианку? Что в руках есть, тем убей ее. Убей. Половина тебе, половина государства. Отойдет ее имение. Кто это делал? И память их не знает. Скажи, кто такой диоклетиан? Когда он царствовал? А был ли он? Против церкви поднимались многие правители. Против добрых советов поднимался и царь. И нет никого. А мы приблизились вплотную. Есть предположение такое, что храм Соломонов третий. Вот, вот начнет строиться. Уже первосвященника провозносили, жертвенник. Первую жертву принесли. И по событиям видно так. Когда не продать, не купить, уже сегодня. На выходе тебе покажи. На день. Иезекииль 34,6. Бог укрепляет нас через Слово Свое. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои. И никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Речи не о богсах, причем там люди. И никто не разыскивает. Перестали ходить в храм люди. Храмы опустили. И дальше что? Нету совсем. Сейчас где-то разрешили. А храмы как были, пустые. А зачем я пойду? А там на подхвате сектанты. Так они устояли. В советское время, это в Барноле были, 62-го года, время моего обращения по Евангелию, отделились некоторые баптисты от своего руководства. Всех был. Союзный совет евангельских и христиан баптистов. У них было молодежи, чтобы не было. Крещение принимать только по их разрешению. Проповедь каждую сначала принесите, прочитаем. И люди восстали, инициативная группа. Начались аресты. 130 человек. Около 30 домой уже никогда не вернутся. Уступили? Нет. Они не уступили. Так они эритики. Ты слушай внимательно. Бог дает нам пример. Пример. Ты хочешь научиться? Пойди на муравья посмотри. Давно там не было? Там хорошее училище. Посмотри, к чему подойди. Шестая глава пристия Соломона. Пойди неразумный. Посмотри, у них нет начальника, как дружно заготавливают все. А здесь один может и не может биться. А мы готовы и купим. Матфея. 13.19. Ко всякому... 13.19. Ко всякому слушающему слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Верим мы это или не верим. Но если проповедуется, человек стоит беремен, падает и может у него прошло мимо. Если бы он записывал, а у нас разрешается записывать, он бы пришел и прослушал. А он только думает, а про меня ничего не говорили? Под которые отступники были, их тревожил только один вопрос. Никому мы не запрещали никогда записывать занятия, какие идут. Что-то ты просмотрел, не смог. Дома ты еще раз посмотри. Дистанционное обучение. Все фальш. Самоизоляция. Ну столько лжи даже доказывать еще не надо. Я себя не изолирую. Почему вы решили? И слова-то все лжи, и они их не скрывают даже. А почему? Они видят, что мы никакие. И последний правитель придет не продать, не купить. И будет знак на щело или правую руку. А сегодня предпоследняя ступень уже. Принятие всемирного владыцеля. Не продать, не купить. Да у меня свои поля все отнимут в один раз. Возьмут под полный контроль во всем мире. Где-то в тайге, где-то в горах кто-то будет останется. Матфея 25-29. Кто? Дух приходит и лукавый носит. Говори, что он не слышит. Мы в это не верим. А он рядом здесь вот сейчас находится. Да как? Ни одной литургии нет, где бы не присутствовал сатана. Девятнадцатого января. Прочитайте Антония и Макария. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. Но если не имеет, чего же отнимется-то? Вот он предполагал, думал, приближался, Бог отнимет. Будьте мужественны. Милость Божия безгранична, говорим. Но долготерпение Божие не всегда будет. 1 Иоанн 4-1. Он приходит, похищает, а человек говорит, а я не верю. Возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Лжепророки появились тогда, 2000 лет назад. Что говорить сегодня? Мы говорили слова Ивана Запорника. Благодать трех видов. Призывающие это проповедь. Обращающие Бог трогает сердце. И освящающие. Мы приходим к крещению, принимаем и причащаемся. И как сегодня? У сектантов первые две части работают везде. Третья вообще нигде нет. У православных третья есть священника. Первые две редко-редко есть. Римлянам 1-16. Ибо я не стыжусь благовествования Кристова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Необходимо. И поэтому в храме должна всегда звучать проповедь по Слову Божию. Римлянам 12-3. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Бог уделил тебе веру, по Слову Божию священника, какой бы ты ни был, а патриарх запретит, и он не имеет права. На развенчивое нет такого чина. Венчание есть, на открытие храма есть, а на закрытие нет. А он не благословляет. Серафим Царовский просто говорил, когда Дух Святой покидал меня, я ошибался. А где не показал, ошибался, мы каждое слово можем поставить под сомнение. Вот ответ какой надо. И он умел это сказать. Иоанн Кронштадтский никогда не следился говорить об этом. Женщина одна с ребенком кричит, да я из тебя прям вышел где-то. Он вошел в храм, помолился я, и Бог простил меня. А народ не развивает, он ложкой полу стукнул, так что зазвенело. Я огневался на нее, она это не так принимает. Он зашел опять в алтарь, помолился, и Бог простил меня. И у него каждый раз за ним этим же... Да, вот здесь я был неправильно. Идет за мной, кричит, там подай то другое. Дьяка наложил ладана, коптит здесь, мои митры стоят. А я подумал, 18 митр, а мне 70 лет, да когда я их надену? А я огневался на него, но сразу же сказал, Господи, прости. И он простил меня. Значит, сознаваться надо и верить, что Иисус прощает. Откровение 14,6. В эти места постарайтесь, когда будете считать, припомнить. Я вам говорил, сверяйтесь. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени и колену, и языку, и народу. Ангел посредине неба. Никто его не видел. А вот то, что мы сейчас делаем, ангел означает вестник. Это вестники, несущие Слово Божие по всему миру. Откровение 18,2. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал. Пал Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным видом блудодеяния своего она напоила все народы». Святые отцы определяют так. Вавилон – это Рим. Рим – Италия. Оказывается, у Бога все повторяется трижды. Второй Рим – это Константинополь, так и сказали. Когда упал, Россия сразу себя объявила наследницей. И в Москве существует общество Третьего Рима – Москва. Но это никто не претендует. При том, признаки, которые будут показать, все сходятся на ней. На семи холмах, кровь святых и прочее. И, наконец, Павел Вавилон. Оттуда идет мерзость. Оттуда эти указы погибельные. А ты сверяйся с Богом и никого не бойся со Священным Писанием. Слово «разум» встречается в Библии каноническое 362 раза. Ну, практически на каждый день. Да еще и в неканонических 140. Благоразумие. Иметь добрый разум. А в университетах учиться, преподавить его или нет. Там задача совершенно другая стоит. Научиться специальности. А как душу спасать? А нам это не преподавали, мы это не проходили. Ио 12, 24. Отнимает ум у глав народа земли, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Это Бог делает. А вот если то, что они сейчас делают по всему миру, желают то и другое, самое презренное, страшное. Его сразу уберут. Свои. Уже договорились и идет по плану, который они сделали. А этот план у Бога уже сказано. Один правитель будет над всем миром. И с колена данного. И будет царство три с половиной года. Они то думают по своему сделать. Обещают царство Божие на земле. Нам говорили, как при коммунизме будет от каждого по способности, а каждому по потребности. А способности-то не развиваются, а потребности растут каждый день. То явно дело, что обман. Братство свободы объявили масонские лозунги. Ни того, ни другого, ни третьего нет. Какие были правители, которые приближались к владению всем миром, как Наполеон, Гитлер, Сталин, где нет никого. А Слово Божие сказало, род сей не прейдет. Доколе не придет Господь. Речь идет о христиане. Род не тот, который только тогда был, а вообще христиане. Речь идет о нас. Вы твердо стойте об этом. Я вчера говорил, некоторые не были. Не знаю почему. Что завтра председатель вашего совета должна приехать. Я буду на Симаковском пруду. Туда направите с кем-то. И она сказала, что то, что вы скажете, никто больше не ответит на это. Что имеете в виду обстановку или человек действительно, не знаю. Помолитесь об этом. Она в должности небольшая, но для вас она большая. Я ей только успел сказать, что мы каждый день ее имя Людмила поминаем в молитвах. Она за нас сильно заступилась, когда было гонение по определенным делам. И мы остались живы. Деяние 13.9. Еще место 3. И соединим. Так. Виноват. Этой главы нет. Это не Даниила. 1 Коринфян 2.16. Даниила 13.9. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. Можем это сказать, что мы имеем ум Христов? Не только грамоту. Грамота нужна. По специальности везде. Ум Христов. Но, когда считаешь Дмитрий. Это невозможно. А однако так. Почему Дух Святой постоянно открывает? Ты даже не знаешь это. Мне приходилось неоднократно беседовать с людьми высокого звания, которые буквально в ужас приходили, когда я им рассказывал. Они договариваются, как меня отучить. Только двое. В краевой администрации. Уполномоченным религиозным культом. И какое ставят условие. А я настоятельно пришел и говорю. Вы вот говорили там вчера, что храм не открывают в Калунде. То не так. Придко не так. И тогда он говорит. Мы все сделаем. Пятый раз переделаем. Скажите конкретно. Что сделать, чтобы храм открыли? Уполномоченный отвечает. Сидящим Александром Петровичом. Отучите лапками от церкви. Он такие глаза делает. Там же третий этаж. Краевое место. Там никого не было. А как вы знаете? Я с вами был. А как? Не знаю. И при этом неоднократно Бог это делал. А как ты знаешь? Я повторяю. Я ничего не знаю. Это ум Христов делает. И человек никогда этого не может сделать. А как там быть? Тогда стали пускать молну, что я долго учился в Индии и в Египте всяким волшебцам. Даже слушать смешно. А почему? Бог открывает мысли. У меня в книгах написано. Вот. Я еще напомню об этом случае. Кто не знает. Уймей в ум Христов. А одна душа все время искала Бога. И к Кришнаитам. И к священнику пошла. И помощили. А душа не находят в покое. И едет в автобусе. И слышат плотно и сжатые люди. Разговаривают о Боге. И как только одна сошла, женщина, эта душа сразу к ней. А вот сейчас говорили о Боге. Это как? Она говорит. В техническом университете. Занятия иду. А где? Корпус В410 аудитории. Я не едва даже залазил. А в это время я стою за камерой и объясняю о втором пришествии Христа. Да. Ничего не знаю. Душа открывает дверь. Заходит. Аудитория полная. И прямо на первой скамейке одна душа взглянула на меня. Поднялась. И пошла. А эта села здесь. И вы какими-то меня посмотрели. Перестали говорить. И потом начали отвечать на мои вопросы. А ей было семь в том самом порядке, в котором они стояли. Я говорю. Ничего не знаю. Вы знаете, у нас здесь было... Вот. Ну, один человек из запьянки. Ему пришлось уехать оттуда. Евгений. Такая же самая история. Она с мужем, кажется, она была еще, который не погиб. Решили разводить. Увидели объявление. Зашли. И точно так же. Вы стали говорить о разводе. Я говорю. Я вас первый раз видел. Это не от меня зависит. Еще раз говорю. Никаких волшебств я не знаю. Два раза были. Пришли однажды две женщины. Мать с дочерью в черном одетые. Подошли ко мне еще до занятия. А мы пришли по делу. Мы занимаемся с нечистой силой. Разрушить ваши занятия. Обычно они делают тайну. Мы пропелли Царю Небесный. Я сказал проповедь. На Царю Небесный 60 проповедей сказал. Одну молитву 60 проповедей по 20 минут. Потом говорю. У нас большие люди, которые желают вот так-то. Встанем, помолимся. Их как будто кто-то поднял. Вымил дверки ко хлопну. Все пошли когда-нибудь. Люди спрашивают. А кто они такие были? Понятия не имеют. Они быстрым шагом только. Их Господь касается. Довериться надо Богу. Я повторяю еще раз. Я не имею ни гуманитарного, ни религиозного образования. По немощи все время обращаюсь. Господи. Вот разъясни. Вот я услышал. Что священники иногда не благословляют пока приходить. Я легко по слову Божию доказываю, что это не так. Титул 1.15. Я на практике, Павел неоднократно говорил, был там-то, было так-то. Ничего в этом особенного нет. Как он на суде отвечал. Как о гриппе, как фесту. Почему? Хвалящийся хвалить Господь. Вы что знаете ли? Титул 1.15. Титул 1.15. Может, я не забываю. Титул 1.15. Титул 1.15. –1.15. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Вот причина тогда. Я просто хочу поделиться с вами этим опытом. Никогда не бойтесь. Выступает человек с мировым именем. Какой-то вирусолог. И он рассказывает. Прячутся где-то люди, чтобы не заразиться, не прикоснуться. А он, я говорю, выступает. Тысячная аудитория. И подходят люди. Я обнимаюсь. По ручке я никогда этим не заразился и не болею. А вот когда они имеют общения, у него иммунитета нет. Вспомните Карпову. Нашли. Карпову, Лыкову. Первые уже геодезисты с ними встретились. Их было пять человек. И после встречи сразу трое слигли. И трое умерли. Дмитрий, Савин и Наталья. Осталась Агафья с Карповым. Почему? Здесь никакой заразы не было. Это люди, которые нормально живут. Мир переполнен тысячами вирусов. И человеческий организм так устроен Богу, что он все отражает и погубляет. Надо просто довериться Богу. Бог это делает. А как? Мы этого не знаем. И поэтому, чем больше люди сегодня гигиенятся, как Лукашенко говорит, это вы шкуру содрать приходят, работают. Ты не бойся. Ты доверься Богу. И еще. И Клисиаста 8-9. Все три места. Я о храме хочу сказать. 417 раз Библия говорит о храме. И ни разу не говорит, что нельзя ходить. Ну, было просто сделано. Притом, когда храм уже приговорен к разрушению, апостолы все идут и идут, там проповедь. Вчера, которые не были, они уже не услышат, какая была проповедь. Все это я видел. Я обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком, во вред ему. Вот так. Властвует, там, священник, там, правитель, во вред ему. А ты по Библии сверстник скажи нет. И при этом это нет, должно быть, если да, да, нет, значит нет. И ты по Писанию ему скажи. Мне вот не раз говорили, потому что всех вербуют органы КГБ, а вас вербовали? Я говорю, кто кого? У меня первый допрос говорит, а я уже охрелся и свидетельствую. Один исследователь стал священником. А как, говорят сегодня, вы знаете, что евреи захватили все в стране? Знаю. И что? Ну, Россия говорила. Бей жидов, спасай Россию. Получили по дубам? Все потеряли. А что? Бороться надо. А оружие только одно – любовь. Мы должны им показать, как хорошо быть со Христом. Ко мне завезли как-то показать такого еврея. Он уже через три часа был православным. Стал моим крестником. И стал священником. Пусть через каждого священника один еврей сделается, один сотрудник КГБ священником. И вопрос решен. Притом они остаются близкими моими друзьями. с самыми близкими. Евреям 12.1. И 2 тоже прочитать. Думаю, это не каждый Библия считает. А тут вы слышите ясным, четким голосом. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесной престола Божия. Нам это понятно. Мы работаем на Симаковском пруду. Брат один здесь, Роман, сварил большая толкушка, приваренная под рельсы, которые кладут. И в это время машина приезжает. Приезжает руководство баптистов. Откуда они, я не знаю. Они уже не раз тут были. Я все-таки упросил их взять эти толкушки, а там, если по-нашему питаться, не каждый будет долбить, поднять. И все это засняли. И они долго там поливаем. Засохла глина, ее надо разрубить сначала, теперь полить все с сено. И вот они две толкушки эти бьют. Никак сначала нет. Уговорил. А потом, я не раз слышал, будто бы сказали, что может молодежь прислать вам. Прислать себе. И они могут быть здесь в воскресенье. Ну, несколько раз сказали, а вы не против. Я говорю, никто вам не запретит. Но мы работаем здесь и сумеем ли. Но Бог ослездаст, в течение трех дней мы должны все закончить. Вы помолитесь о нас. Мы выдыхаемся там. И чтобы брату еще Бог дал силу с нами побыть три дня. Да благословит нас Господь, не покидать храм Божий, молиться о священстве, о патриархе, о правителе. Чтобы все познали Бога, каков Он есть дивный и чудный. Аллилуйя. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok